Здравствуйте! С вами Марина Рыкалина и порция практических советов. Присоединяйтесь! Сегодня в программе. Сеем кабачки на рассаду. Выбираем огурцы для нового сезона. Приводим в порядок земляничные грядки. Высаживаем розы в кашпо. Совсем недавно я посеяла огурцы на рассаду для выращивания в поликарбонатной теплице без обогрева. И уже на третий день я получила дружные сходы, а осеяла при этом 8 разных гибридов. В этом сезоне я для себя выделила 4 лидеров. Это гибриды Шоша, Гоша, Герольд и Бинго. Все гибриды были протестированы и проверены в разных условиях. Я предлагаю посмотреть вам летний сюжет, где директор агрофирмы Василий Блокин-Мечталин поделится результатами своей работы. Сегодня перед вами, конечно, огурец. Огурец не простой, а портенокорпический, который не нуждается в опылении. И он очень-очень урожайный. Он очень вкусный. И самое главное, то что огурец пикульного типа. Огурчики вы можете собирать по 5-7 сантиметров длиной и 1,5-2 сантиметра в диаметре. Итак, перед вами огурец сорта Бинго F1. Почему Бинго? Да потому что ты смотришь на эту сумасшедшую урожайность вот этих аккуратненьких, хорошеньких, таких пикулей. И прям, ну, не только хочется его съесть с куста, а хочется его съесть в маринованном виде. И я вас уверяю, в том году мы пробовали его характеристики в маринаде превосходные. Пустот нет. Огурчики плотненькие. Самое главное, что очень-очень-очень урожайные. Потом легко выращивать. Этот огурец замечательно выращивается прямым посевом в грунт. Мы выращиваем его в теплице, так как он портенокорпический. Плюс ко всему, он в теплице очень-очень хорошо плодоносит. Еще лучше, чем в открытом грунте. И вы можете вот таких малышей, которые имеют размер 5-7 см, собирать 7-8 кг с квадратного метра при схеме посадки 3 растения на квадратный метр. Плюс устойчивость к ладоспориозу, к перноспорозу, к мозаике огурца. Дорогие друзья, это замечательно, потому что на 1 июля 2019 года, а извините, уже время прошло 2 месяца с момента раскрытия семидолий, так и никаких вопросов с заболеваниями нет. Я ничем их не обрабатывал. Абсолютно ничем. Дорогие друзья, я очень хочу вам посоветовать именно тот гибрид, которым вы будете на 100% довольны. Вот бинго, это топовый мой любимчик, и поверьте, вы точно останетесь довольны. Прежде чем предложить вам гибриды, мы действительно их тщательно проверяем и тестируем. Некоторые гибриды настолько хороши, что показывают отличные результаты даже в домашних условиях на подоконнике. И один из таких гибридов – суперранний гибрид перца Веста. Возьмите на вооружение. Самый ценный урожай, конечно же, ранний урожай. И сегодня я буду высевать кабачки на рассаду. Идеальный возраст рассады бахчевых культур составляет 20-25 дней. Плюс 5 дней на всходы. Получается, что через месяц мы уже с вами высадим не семена в грунт, а готовую рассаду. Лишь бы погода не подвела. Каждый год мы тестируем новую гибриды кабачка. И, наверное, все вы знаете, такой великолепный гибрид, как кавили. По нашим наблюдениям, гибрид хьюга превзошел кавили. Семена инкрустированы. Предварительно их замачивать не нужно. Сеять буду сухими. Я насыпала в стаканчики объемом 400 мл с выдвижным дном. Это обязательно условие бахчевые не любят, когда при пересадке повреждает корневую систему. И теперь я грунт слегка утрамбовываю. Это нужно для того, чтобы при поливе семена не ушли вглубь. Ведь наша главная задача получить дружные сходы. Я буду регулярно вам напоминать, уж извините, что землю перед посевом нужно обеззараживать. Делать это желательно за неделю. А непосредственно при посеве мы еще раз делаем полив с добавлением биологического фунгицида. В моем удобрении есть бацилла субтилис, это бактерия, и два вида гриба триходерма. Посев кабачка нужно сделать на глубину 1,5-2 см, так как ростки у него довольно мощные. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте, уважаемые друзья! Рассада у нас уже подросла, и самое время ее пикировать, пересаживать. Какие удобрения используются для пересадки рассады? Существует множество разных удобрений. Минеральные удобрения, органические. Мы не приверженцы чистой химии. Лучше использовать все-таки органические удобрения. Они действуют более мягко. Растения не получают стресс и развиваются более гармонично. Я рекомендую для пересадки использовать комплексные органические удобрения, которые не содержат лишней химии, и в то же время содержат полный комплекс элементов, которые нужны для развития корневой системы растения. Удобрения в форме таблеток очень легко вносить в почву. Одна таблетка содержит полный набор микроэлементов для развития растений. Также в ней содержатся нужные аминокислоты для роста корневой массы, фульвовые, гуминовые кислоты. И самое главное, содержат симбиотную микрофлору, которая помогает бороться с растениями и кормит растения в течение всей жизни. После пикировки рассады у растений, как правило, повреждена корневая система. Соответственно, им тяжело добывать питательные вещества из почвы. Для того, чтобы им помочь, я рекомендую применять хлореллу. Это аминокислотное удобрение, хилатная форма, очень хорошо проникает через листья и восстанавливает растения, кормит его. Растения получаются мощные, здоровые и порадуют вас хорошим урожаем. А теперь я хочу представить новинку. Это биологический препарат от нематоды. Многие знают, что с нематодой химическими способами бороться практически бесполезно. Это грибковый препарат. Он распускает свои сети в почву и ловит этих нематод, съедает и перерабатывает в питании для растений. Не торопитесь сажать растение в почву, пока оно не прогреется. Для того, чтобы узнать температуру внутри почвы на глубине 10 сантиметров, а также на поверхности почвы, существуют специальные термометры. Оптимальная температура для высадки рассады – 15 градусов Цельсия на глубине 10 сантиметров. В этом году готовимся к дачному сезону основательно и получаем экологически чистые урожаи на ваших участках. В разгар сезона на собственной даче нам, конечно же, захочется красоты, комфорта и уюта. Мало кто уделяет внимания именно озеленению тенистых уголков, потому что выбор растений для таких условий не так уж и велик. Чтобы украсить веранду, беседку или ажурную тень в своем саду, я выбираю, как правило, три растения. Это великолепные бегонии, разные виды бальзамина и виолы. Это бальзамин уоллера. Изначально я выращиваю гибриды из семян, а потом вы, наверное, знаете, что бальзамины можно срезать зеленые черенки, поставить в воду, укореняются они без проблем. Можно получить к весне огромное количество своего посадочного материала. Это бальзамины новогвинейские с крупными цветами и тоже отлично укореняются при помощи зеленого черенкования. Виолы я предпочитаю ампельные. Также выращиваю рассаду из семян. В одну кашпо объемом 4 литра я высаживаю всего одно растение. Тогда получается самый классный декоративный эффект. Они предстанут во всей красе. Ну, самый капризный это, конечно же, бегонии. Но если уделить им максимум своего внимания и найти подход, они будут радовать вас пышным цветением до самых первых заморозков. Готовые растения бегонии в магазине стоят дорого. Поэтому я предпочитаю каждый год покупать клубни новых для себя гибридов. Клубни бегонии я выкладывала на проращивание. Слегка их вдавила в кокосовый субстрат. Сегодня я буду их пересаживать в питательный грунт. Давайте посмотрим состояние корневой системы. Бегонии нельзя переливать, они загнивают. Поэтому на всякий случай на дно в качестве дренажа я кладу кусочки угля. В рыхлый и богатый субстрат я также добавляю небольшое количество угля. Чтобы больше не думать о подкормках и получить максимальный декоративный эффект от цветения своих бегоний, в качестве питательной добавки я добавляю ионидный субстрат. Одна столовая ложка на литр. Заглублять буду совсем немного, буквально на один сантиметр. Уже с последующей пересадкой заглублю еще немного. Полив, делаю крайне умеренное с добавлением биологического фунгицида. Беру умную добавку и отправляюсь на загородный участок. Будем пересаживать с вами розы и ухаживать за земляникой. У меня очень маленький участок, всего 5 соток. И по этой причине большое количество цветов я выращиваю в кашпо. Это кашпо украшали в прошлом сезоне розы. Я вам предлагаю посмотреть летний сюжет о том, как я оформляла это кашпо. Летом я купила совсем недорогие розы в кашпо. Часто ошибочно их называют комнатными. На самом деле в эти горшки сажают либо карликовые, миниатюрные сорта, либо обычные, но выращиваются применением специальных препаратов, которые тормозят их рост и высоту. После высадки, как правило, такие розы предстают во всей красе. Земляной ком каждой розы я поместила в сетку для овощей и составила ярусную композицию. Осенью я потянула аккуратно за сеточки и выбрала розы, не повреждая земляного кома. Я их прикопала на грядке, они перезимовали. Давайте посадим их обратно и посмотрим, как они себя чувствуют. Аккуратно вытаскиваю. Также тяну за сетку. К сожалению, есть выпады. Не все розочки перезимовали. Вы, наверное, знаете, если покупали такие розы. Обычно сажают в кашпу 3, а иногда 5 штук. Я уже вам говорила, что не очень люблю тратить время на уход и подкормки растений в кашпо. Время у нас на даче нужно для того, чтобы больше проводить его с семьей и заниматься отдыхом и приятными вещами. В почву я вношу умную добавку. Это ионидный субстрат. Он был разработан для выращивания овощей в космосе. Ну и у дачников, любителей цветов, тоже нашел свое применение. Нужно добавить 1 столовую ложку на 1 литр субстрата. И в течение 3 лет он будет работать. То есть выращивать в этом кашпо в итоге абсолютно без подкормок можно будет 3 года подряд. Как сделали эту умную добавку? Взяли циолит и по секретной технологии обогатили его ионами питательных веществ. Причем для каждой культуры разрабатывалась специальная умная добавка. Но не думайте, что вы возьмете циолит и он выполнит ту же функцию. Нет. В данном случае циолит выступил лишь как основа, потому что у него высокая способность к ионному обмену. Хорошо поливаем и ждем лето. Пришло время наводить порядок на земляничных грядках. Первым делом убираем все старые, больные и пожившие листья. Земляника не может расти длительное время на одном и том же месте по причине, что у нее приподнимается корень над поверхностью земли. В итоге земляника теряет зимостойкость, она уже плохо переносит недостаток влаги. Есть два способа решить эту проблему. Либо каждые 3-4 года мы пересаживаем молодые усы на новое место, либо проводим землевание. Землевание это подсыпка плодородного грунта кустиком земляники. Проводить его надо уже начиная со 2-3 года жизни вашей плантации. Одновременно с землеванием мы сделаем и подкормку. Начну я с подкормки. Я выращиваю экологически чистый урожай и никогда я не кормила свою земляничную плантацию минеральными удобрениями. У меня специальное удобрение для земляники, но подойдет оно без исключения для всех ягодных культур. Я вам зачитаю состав. Мука соевая, ферментированная, жмых рапсовый, жмых подсолнечника, мука люцерна, перьевая мука, мука косная, борда пшеничная, миласса, морские водоросли, глютен кукурузный, пивная дробина и дрожжи. Под каждый земляничный куст нужно внести одну мерную ложку и заделать в грунт. А теперь перехожу к землеванию. У меня таз наполовину заполнен торфом. Земляника любит слегка кислый грунт. К торфу я добавляю такую же порцию настоящего качественного биогумуса. Рыхлой питательной смесью заполняю все пространство между кустиками земляники, чтобы у нас корневые шейки земляники были на уровне с землей. Я хочу обратить ваше пристальное внимание на состав удобрения. Всегда, пожалуйста, это делайте, когда заходите в садовое отдело. В этом удобрении азота 5% он сейчас нужен для начального роста. Фосфора здесь 3%, потому что фосфор также нужен для того, чтобы весной быстрее начала развиваться мощная корневая система. И калий здесь всего 1%, потому что калий нужен будет, когда начнут у нас уже спеть ягоды. Вернее, когда клубника цветет, завяжется, тогда нам нужен будет калий. Поэтому это удобрение предназначено именно для подкормки в весенний период. Просто в магазинах есть еще жидкие эликсиры, но они предназначены будут для подкормки после того, как на наших с вами кустиках завяжутся ягоды. Здесь азота всего 3%, фосфора 1%, он уже практически не нужен, ведь у нас будет закладываться урожай. А калий здесь 5%. И этим удобрением ни в коем случае нельзя делать весенние подкормки. Земляника подвержена заболеваниям. Мы же часто наблюдаем пятна. Это грибные и бактериальные болезни. Мы можем видеть мучнистую росу. Часто ягоды гниют. Поэтому заключительный этап работы в обязательном порядке – это обеззараживание. И использовать я буду исключительно биологические фунгициды. В составе моего микробиологического препарата есть бактерия Bacillus subtilis. Она вытесняет патогены из почвы. Здесь также есть 2 вида триходерма. Триходерма – это самый сильный гриб, который точно так же борется с различными заболеваниями. Но здесь есть еще азотофиксирующие бактерии, которые улавливают азот из воздуха и доставляют наши земляники. И здесь есть фосфор и калиймобилизирующие бактерии. Мы же вносим в питание. В питание в почве у нас есть. Так вот, именно эти бактерии будут способствовать тому, чтобы это питание стало более доступным. И растения с ним уже могут его усваивать в более полном объеме. Это я про фосфор и про калий. Для приготовления рабочего раствора нужно взять от 15 до 30 мл концентрата. Я возьму 30 на всякий случай. После зимы делаем первую обработку. Чтобы земляничные плантации как можно дольше радовали нас урожаем, я очень рекомендую вам такие профилактические обеззараживания на всех своих грядках делать каждые 10-14 дней. Это несложно. И почву сильно не нужно проливать. Достаточно лишь смочить верхний слой. При хороших условиях бактерии сами начнут размножаться. Что такое хорошее условие для бактерий? Это наличие питания. Я его дала. Это наличие влаги. Не допускайте, чтобы пересыхала сильно почва. Бактерии будут погибать. И третье – это тепло. Как раз выглянуло солнышко. Значит, дальше идем работать с хорошим настроением. Пришло время заправить грядки в теплице и в открытом грунте. Первый компонент, который я добавляю ежегодно – это биогумус. 1 литр на квадратный метр. Но этим продуктом испортить почву невозможно. Поэтому можете вносить, сколько ни жалко. Голубая кембрийская глина. 1 стакан на квадратный метр. Глина содержит практически всю таблицу Менделеева. По дороге на дачу я заезжаю на базу кормов для животных. Приобретаю там мясо костную, костную и рыбную муку. Внесение мяса костной и рыбной муки полностью заменит фосфорно-калийные удобрения. Также в этих продуктах много витаминов, аминокислот и даже белка. Внести нужно по полстакана каждой добавки. 1 перлит и вермикулит – это разрыхляющие компоненты. Желательно вносить их совместно. Приблизительно по пол-литра каждого на квадратный метр. Причем ежегодно это делать не нужно. Достаточно один раз в 5-6 лет. Циолит – горная порода с высоким содержанием кремния. Кремний делает ткани растений более прочными. Если растениям хватает кремния, как правило, урожайность повышается. После внесения всех компонентов почву тщательно перемешиваем. И заключительный этап – это обеззараживание. Я всегда использую исключительно биологические фунгициды. Достаточно лишь слегка смочить почву на всех грядках. В дальнейшем это нужно делать каждые 10-14 дней. Продолжение следует...